Друзья, всем привет! Я регулярно читаю все ваши комментарии и заметил одну простую вещь. Когда мы снимаем недорогой автомобиль, вы говорите, да зачем он нужен, он неинтересен. В каждом дворе такая машина есть. Когда мы снимаем дорогую машину, вы говорите, а зачем она нужна? Ведь многие из нас не смогут ее купить. Друзья, если стараться, все мы купить сможем. Тем более, есть вторичка, есть разные варианты для покупки. У нас сегодня будет BMW 5 серии, кузов G30. Это седьмое поколение, свеженькая машина. В нашей стране она катается уже с 2017 года. Достаточное количество отзывов есть от реальных владельцев на автомобиле. Поэтому сегодня я вам смогу про нее рассказать немножко больше. Вы сделаете выводы, стоит ли вам вообще стремиться к покупке этого автомобиля с новья, либо же покупать его бэушным. Но в первую очередь всех нас волнует вопрос цены. Так, например, в нашем случае BMW 530 бензиновая с полным приводом с М-пакетом. Машина действительно в хорошей, в такой даже, я бы сказал, жирной комплектации. От дилера изначально за нее просили 4 миллиона 200 тысяч рублей. Человек купил ее за наличный расчет за 3,5 миллиона рублей. Самую простую комплектацию, 520 с задним приводом, можно сегодня купить за наличный расчет, подчеркиваю, плюс-минус 2 600-2 700. Если посмотреть на вторичный рынок, то вот этот автомобиль через 3 года с пробегом до 100 тысяч рублей будет стоить в диапазоне от 2 миллионов до 2,5 миллионов. 2,5 миллиона это когда там пробег 20-30 тысяч, и машина там двух-трех годовалая. То есть просадка по цене просто бешеная. Если же это дорого, мы можем посмотреть на предыдущее поколение F10. Вот там ценник начинается, скажем так, от миллиона до 2 миллионов рублей за плюс-минус хорошую комплектацию. В общем, есть к чему стремиться, не такие прям страшные цены, если посмотреть на вторичку, но все же встает вопрос о надежности. Я проводил опросы в нашем инстаграме канала, я проводил опросы вконтакте, в ютубе, в комментариях. Я понял одно, что из 100% людей в реале 60-70% хотели бы купить себе BMW, хотели бы пересесть, хотели бы попробовать. Этот ролик, я думаю, будет насыщенным и полезным. Мы обязательно пригласим владельца данного автомобиля, послушаем, что он расскажет про свою машину. Сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу, после чего мы продолжим. Присаживайтесь поудобнее и погнали. Друзья, совсем немножко вашего времени отниму. Есть такая компания, называется она Playme, корейская компания, которая была основана в 2014 году инженерами ведущих фабрик, которые занимаются производствами радародетектор и гибридных регистраторов. Так вот, прямо сейчас я хочу вам представить их многофункциональное устройство 3 в 1. Playme P600SG модель. Друзья, это видеорегистратор, радародетектор и GPS-информатор. И все это в одном флаконе. Это корейское производство, соответственно, спрос за качество здесь в 2 раза выше, чем в Китае. Настройки, на самом деле, очень простые и в них можно выставить, чтобы на запись отображался ваш госномер автомобиля, ваша скорость, ваше передвижение по картам. То есть здесь стоит GPS-информатор. Вы можете отсмотреть, где вы за весь день катались. Либо же ваша жена, либо же ваш водитель, если таков имеется. Второе. Это радародетектор, в котором стоит сигнатурная технология системы SAV, которая помогает убрать все посторонние срабатывания на ложные сигналы. Так, например, датчики слепых зон или иные устройства, которые работают в схожих диапазонах с полицейскими радарами. Если вы выезжаете на трассу, естественно, можно настроить режим трассы. Он будет более чувствительный. Заранее вам будет говорить о том, что там впереди камера. Самое главное, что здесь нужно посидеть с настройкой. Вот эта маленькая книжечка, которая идет в комплекте, поможет вам разобраться от и до. Третье. Это видеорегистратор, который снимает с качеством Super HD. Как это выглядит, я вам сейчас увожу на экран. Вы, естественно, можете настроить цикличную запись. Минута, две, три, пять. Как вам больше нравится. Представьте, что вы попали в неприятную ситуацию. И вам ее нужно задокументировать не только из автомобиля, но и внешне. Что мы делаем? Элементарно его снимаем, а дальше происходят чудеса. Он содержит достаточно хороший встроенный аккумулятор. Таким образом, я просто могу вытащить его из питания, а он продолжает записывать. Вышел из машины, повреждения спереди нужно зафиксировать. И сразу подснять, что произошло с автомобилем. Либо же вдруг что-то происходит. Вы понимаете, это мобильное устройство. Это уже просто-напросто может вести какой-то видеоблогинг. Друзья, вот это реально круто. Многофункциональное устройство 3 в 1 Playme P600 SG. Цена вопроса 15 990 рублей. И кто-то скажет, это же дорого, друзья. Но это флагманская версия. Соответственно, она поможет тебе избегать штрафов. Будет тебя предупреждать о всех камерах. И самое главное, видеорегистратор. Это твоя безопасность. Флагманская модель, друзья, как-никак. В описании к ролику вас ждут все самые полезные ссылки. Промокод на скидку. Поэтому переходите, знакомьтесь. И если вам действительно интересно, покупайте себе данное устройство. Как и любой абсолютно новый автомобиль, всегда прибавляет в размерах. Этот автомобиль стал длиннее, этот автомобиль стал шире, выше. Он построен на платформе той же самой, что и построенной BMW 7 серии. Да и вообще уже многие говорили то, что смотришь на пятерку, в ней узнаешь семерку. По дизайну, друзья, я приведу такое сравнение. Вот помните, была у меня Mazda 6. Сейчас появилась новая Mazda 6. Вот когда поставишь два автомобиля, думаешь, ну да, различия заметны. Но в целом, прямо вот такого что-то кардинально нового здесь нету. То же самое здесь. Все владельцы, все фанаты марки, естественно, скажут, ну ты чего здесь, смотри. Оптика стала другая. Изменен внешний вид. По большому счету, пятерка, вся та же самая, полностью узнаваемая. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это, возможно, плохо. Но не стоит забывать о том, что есть в модельном ряду BMW такая версия, как i8. Это действительно машина, скажем так, будущего. Здесь же делают вот так. Соответственно, наверное, это востребованные люди это покупают. Клирунс у автомобиля 139 миллиметров, полный привод, M-пакет. Что такое M-пакет, я думаю, вы все прекрасно знаете. То есть он становится немного агрессивней. Совсем другой руль в автомобиле. То есть есть такие приятные бонусы, приятные ништяки. А вот теперь вдумайтесь. Вот автомобиль на нашем рынке торгуется условно по цене там 2 700-4 миллиона рублей. Вот в этом диапазоне все зависит от комплектации. Факт в чем? Лакокрасочное покрытие. Вот в нашем случае тачка вся блестит. Сейчас пробег здесь небольшой. Но я почитал отзывы у владельцев, уже есть прям даже целые видеоролики, где люди рассказывают. Лакокрасочное покрытие точно такое же, как у японцев и у корейцев. Камушки отлетают, сколы все различные. Все это притягивает. Машина доработана с точки зрения аэродинамики. Коэффициент сопротивления реально стал очень низкий. Тонна 675 килограмм. Вес автомобиля 249 сил в нашем моторе. Он 2-х литровый. 350 крутящего момента. Полный привод. Разгон автомобиля до первой сотни составляет 6 секунд. B48 это новый мотор, на который построен на платформе того же самого N20. То есть он полностью переработан, но за основу взят N20. С 2014 года он выпускается. Если я не ошибаюсь, он также стоит на BMW 4 серии или X4. В общем, мотор в производстве уже применяется. Если вы сегодня запрыгнете куда-то в интернет, то есть различные сайты, которые делают статистику по моторам. То есть понять, какие проблемы есть, поломки. Как правило, все ему на сегодняшний день ставят либо 5, либо 4 с плюсом. То есть по надежности, хороший мотор, никаких вопросов нет. Опять же, самое главное это кормить правильным бензином, регулярно менять масло, ухаживать за автомобилем и так далее. Вот почему я говорю про хороший бензин. Значит, знаю такую ситуацию. Москва, вот прям буквально 5 килограмм от Москвы. Один крупный, скажем так, поставщик бензина в нашей стране, ну, заправочный комплекс, там работает наш товарищ. Он говорит, приезжает цистерна с бензином, они залазят, проверяют качество, смотрят, вместо 95-го приезжает октановое число 91,4. Что они делают? Они сливают его в резервуар, после этого приезжает еще поставка, залазят, смотрят 95. Дальше все это дело мешается, получается там, например, 93,6. О, уже нормально. И его продают под видом 95-го. То есть, ты приезжаешь на заправку, вместо 95-го ты залил какую-то помесь. Поэтому в большинстве своем в эти моторы все льют 98-й. Не то чтобы поэтому, но вообще 98-й, сотый, такие моторчики любят. Работает все это дело с известной коробочкой, восьмиступенчатой. То есть, реально шустрая коробка. В этом плане, там, с точки зрения погоняться, просто комфортной езды. Вы реально будете получать удовольствие. И самое главное, что в силу того, что здесь действительно достойная шумоизоляция, когда ты садишься в этот автомобиль, начинаешь разгоняться, просто передвигаешься по городу. Даже штатная, она вот на таком уровне. Серьезно. У меня Camry, 17-е колесики, дополнительная шумоизоляция. Мы вот недавно гонялись с владельцем F10, штатной там шумкой. Я сел в нее, мы начали разгоняться. Я просто офигел, думаю, ну нифига себе. Что касаемо технического обслуживания. 530-е. Приедешь, в среднем ТО будет стоить 25-30 тысяч рублей. То есть, многие люди, владельцы, я читаю отзывы, дороговато ТО, дороговато ТО. Гарантия на автомобиль. Как вот сказал владелец, 2 плюс 1, то есть, 3 года, ну и до 200 тысяч километров пробега. Вот, казалось бы, какого хрена, если вы продаете такие дорогие машины, которые вы преподносите как безупречные, почему вот нельзя сделать гарантию 5 лет? Вот, докажите всему миру там, да, скажите, вот, 5 лет и 100% 200 тысяч, на все. Тогда вопросов никаких не будет. А то некоторые приезжают, там, на 50 тысяч потек амортизатор. Как вы знаете, также есть версии попроще, где идет мотор B47, по сути, тот же самый. Ну, конечно, там отличия есть. Реально, если с поршневой есть отличия, они идут там на 190 сил. Это такие самые простенькие моторчики, которые легко поддаются чиповке. Вообще, в целом, автомобиль, как конструктор, вот такой. С точки зрения того, что ты можешь купить, в принципе, простую версию, чипануть ее, доделать, переделать. Это касается не только подкапотного, да, пространства. Выхлопную систему можно переделать, внешний вид можно дорабатывать. Ну, машина позволяет, это будет смотреться интересно, симпатично. Самое, что интересное, можно точно так же дорабатывать и интерьер салона. Приборные панели, там, проекцию можно ставить, лобовое стекло с проекцией. То есть, есть люди, кто покупает простую версию, а потом потихонечку за свой счет доделать. И это, на самом деле, даже дешевле выходит, нежели чем все это купить изначально у дилера. Но здесь, как говорится, цена вопроса. Кто-то готов сразу купить, кто-то готов попозже это сделать самостоятельно. Но важный момент, я скажу один, что касаемо мотора и коробки, да, вот два важных агрегата. В целом, ну, реально вопросов особых нет. То есть, естественно, мотор можно убить, если вы его будете чиповать там неграмотно. Подходить к этому вопросу как-то небрежно. Либо же вы купите автомобиль там с пробегом двух-трех владельцев, непонятно в каком он состоянии, как на нем ездили. Конечно, ты можешь быть третьим владельцем, хапнешь с ним говнеца, и ты будешь тот самый человек, который будет писать негативные отзывы. Хотя первый владелец катался, получал удовольствие, второй начал сжиганить, почувствовал, что дело идет куда-то не в ту сторону, решил машину продать. Подчеркиваю, что автомобили есть, которые проехали по 150-200 тысяч километров уже по трассе. Но в силу того, что это трасса, вы сами понимаете, износ совсем другой. То есть, тоже нареканий меньше. Но есть и те, кто накатался до 100 тысяч, и постоянно какие-то проблемы возникают. В нашем случае машина далеко не бюджетная. Соответственно, здесь все сделано круто с точки зрения даже той же самой оптики. Она здесь идет лазерная, адаптивная. Но, обращаю ваше внимание, вот смотрите, на автомобиле пробег сейчас 5000 км. Вот многие отмечают то, что притягиваются различные камушки. Сейчас, конечно же, все по мелочи. Но здесь там небольшой скольчик. Вот на фару прилетел камушек небольшой, то есть тоже скольчик. Вот владелец, смотрите, защитил автомобиль уже керамикой. То есть, сейчас в планах поехать затягивать фары бронепленкой. Покажи, пожалуйста, лобовое. 5000 км пробег. Я к слову о том, что все становится каким-то хрупким. Вот здесь уже, да, скольчик. То есть, ехал по трассе, прилетело. А те люди, кто много по трассе есть, все стекло там через 10-20, 30 тысяч км становится от пескоструины. То есть, в этом плане все очень такое мягенькое получается. Это, естественно, не может не напрягать. Потому что ты покупаешь автомобиль, думаешь, немецкий, качество, лакокрасочное покрытие. Вот так тебе. Тормозные диски реально здоровые. Тормоза здесь достойные. Вот владелец даже разгонялся, оттормаживался. То есть, машина отлично себя ведет. Но резина идет с технологией RunFlat. Все вы про нее прекрасно знаете. Все вы прекрасно знаете, что многие рекомендуют ее сразу же менять. Я, в принципе, придерживаюсь того же самого мнения. Потому что доводилось кататься на RunFlat, особенно когда ты выезжаешь на проселочную дорогу. И когда меняют резину на другую. То есть, и тише становится. И самое главное, мягче машина. Ты это ощущаешь. Есть автомобили с бесключевым доступом. Находил отзывы людей, когда в зимнее время все это начинает жутко глючить. Есть автомобили, которые идут с люком. То есть, человек приезжал к дилеру, у него постоянно был какой-то скрип. Не могли разобраться. Три месяца прошло. Чтобы у них дошло в голову нажать на люк. Они услышали, что происходит скрип. Скрип шел от уплотнителя. То есть, они просто задубели. За год. Представляете? За год. И мы все поменяли. Но, опять же, все приходится ждать. Здесь камера заднего вида. Если я не ошибаюсь, даже владелец этого автомобиля говорил, что разочек в дождь, она у него глючила. То есть, включаешь, она не срабатывает. Я зашел читать отзывы, опять же, а эта проблема-то известная. То есть, представляешь, до чего дошло время, что сейчас ты покупаешь немецкую тачку, про которую всегда все говорили, блин, вот это идеал. Глюки происходят такие, которых нет даже на дешевых корейцах, нет на дешевых китайцах. Сейчас почему-то пошла обратная тенденция, что дешевые машины стараются действительно сделать так, чтобы не было придирок. При этом дорогие тачки какими-то такими детскими болячками владеют. Пятая серия, значит, бизнес-седан, бизнес-класс. Я не понимаю вообще этих чиновников, которые закупают свои там аппараты пятерки для того, чтобы на них ездить сзади. Машина сделана 100% только для водителя и для пассажира сзади. В лучшем случае должны сидеть дети твои, которым там, ну, 4 года плюс. Вот они сели, все, им будет комфортно покупать вот эту тачку, чтобы передвигаться сзади. Здесь даже вот эти спинки, они просто, ну, не настраиваются. То есть, угол как вот есть, а он достаточно такой, знаешь, я бы сказал, прямой, блин, там, градусов, наверное. Ну, побоюсь назвать, напишу, если что на экране. Ты присаживаешься там за собой, с одной стороны, вроде бы неплохо. Но, если ты поешь на длинное расстояние, ну, хочется откинуть назад в сидение, а этого сделать невозможно. Опять-таки, машина стоит 3,5 миллиона рублей. Вот ты посмотришь, что здесь для заднего пассажира сделано. Два подстаканника, все. Ну, вот тут здесь пара крутилочек, ты себе можешь потеплее, похолоднее сделать. Ну, и телефон зарядить. Вот этот тоннель идет, да, то есть, вдвоем еще сидеть, ну, плюс-минус нормально. Ну, друзья, сами понимаете, то, что для заднего пассажира это просто скудно. Особенно для седана бизнес-класса. И раньше, как вы помните, было два патрубка с левой стороны. Все, это был достаточно, на мой взгляд, вот так вот раздвоенная выхлопная система. Это гораздо круче, гораздо интереснее выглядит. Самое главное, что она настоящая, то есть, это не фальш. Пожалуйста, две трубы идут. Мы в ближайшее время будем снимать новую Audi A6, там, где это просто фальш сделано тупо для красоты. Багажник у нас объемом 520 литров. Естественно, он там открывается, с кнопочки закрывается, все это дело. Все можно сложить, то есть, в принципе, там перевозить какие-то ваши вещи. Ну, места вам будет достаточно. Опять-таки, на этих автомобилях, как правило, ну, не возят же люди там, знаешь, там, какие-нибудь цемент, еще что-то. BMW, бренд. И вот за этот шильдик, понимаете, многие доплачут, как минимум, лям сверху сразу. Значит, рассказываю еще и ситуацию. 15 тысяч пробег, дизельный мотор трехлитровый. Человек на 15 тысячах получает такой момент, что с 90 до 110, вот в промежуток скорости машины, начинает дергаться. Приезжают к дилеру, естественно, делают, сканируют там на ошибку, ошибок нету. И начинаются процессы серии, ну, давай попробуем тебе коробку адаптировать. В общем, они ему это делали три раза, он катался, катался, катался. Вот эта дерготня происходит. И при этом никто машину не забирает для того, чтобы полностью устранить эту причину. То есть, ты купил себе тачку за 3,5, там, за 3 миллиона рублей, она у тебя может дергаться. Потом выяснилось, и то, как рассказывает владелец, благодаря ему он додумался попробовать отключить раздатку. Отключили, раздатка была неисправна. Заказали с Германии, опять-таки пришлось ждать, пока ее привезут, пока ее переустановят. Вот я катаюсь на более дешевых автомобилях, никогда в жизни таких проблем не было. Вот такого, что ты приехал, чтобы тебе сказали машину оставлять. Да, естественно, там бывает, встречается. Но в целом думаешь, блин, вот такую машину ты покупаешь, ты хочешь получить гарантию, что 3 года первые, там, из 100 тысяч ты 100% ни с чем не столкнешься. Но вот так вот порой читаешь эти отзывы, читаешь комментарии людей, думаешь, блин, вот что получается. С одной стороны, есть те, кто всем доволен. Вот у меня песня, ласточка, машина идеальна, не слушайте никого. Это пишут те, кто за машиной не ухаживают. Ну, то есть, знаешь, защищает автомобиль. Есть те, кто говорят, парни, вот, пожалуйста, новая машина, я первый владелец, у меня постоянно с ней происходят какие-то проблемы. То есть, получается так, что лотерея. Вот если, допустим, я куплю, или ты купишь вот эту вторичку, да, машину, в какую ты попадешь в руку, вот там, где тебе повезло, и там все круто. Или там, где ты будешь тем самым, кто будет писать о том, что вот это пришлось сделать, то пришлось сделать. 2-3 года проходит, все, машина перестает быть на гарантии, соответственно, что все вот эти вот диагностики, это все за денежки. Соответственно, быть вторым владельцем, приехать, отдать тачку, уехать и понимать то, что там что-то с ней делают, после этого тебе выкатит какой-то прайс, вот этого боятся люди. То есть, нет такой былой надежности, что ты купил тачку, и ты понимаешь то, что все, вопросов нету. Нам начинают рассказывать о том, что нужно больше зарабатывать, да куда еще-то больше уже тачки пошли по цене квартир. Присаживаешься в машину, закрываешь все двери, понимаешь, все круто. Но, спешим вас обрадовать или огорчить с точки зрения отделки. Вот сейчас, когда ты смотришь визуально, вот я присел в машину, все очень даже круто, все красиво, дисплей четкий. Это приборная панель, она идет электронная. Я знаю людей, которые приезжают, им на мойках ее начинают мыть, тереть тряпками, у нас же как ребята простые, все протер, пошел, разводы остаются, царапки, и вообще потом дисплей начинает течь. То есть, в этом плане здесь, знаешь, за всем нужно следить, это раз. Находил отзывы людей, которые говорят, вот в зимнее время все постоянно скрипит, сиденья скрипят, пластик скрипит. Вот бывает на некоторых местах нажимаешь, да, и вот постоянно происходят скрипы. А когда ты едешь по дороге, это все начинает дребезжать. И думаю, да ладно, не может такого быть. Ну, понятное дело, что в любой тачке ты сядешь, нажмешь, вот такой скрип будет происходить. Самое главное, чтобы на ходу этого не было. Нет, пишут то, что это присутствует. То есть, понимаете, это обидно. Опять-таки, вот тоже, вот зачем они так делают? Вот думаешь, немцы, ну вы-то должны же быть поумнее, получается. Этот глянец, да, черный, все круто, все здорово. Но сейчас 5000 уже есть царапки по машине, то есть, невольно, да, вот этим зарядным устройством. То есть, ты садишься в машину, ты либо вообще должен здесь ничего не трогать, чтобы ничего не произошло, и все равно будут какие-то царапки происходить. Садишься за руль, естественно, машина нафарширована всеми различными фишками. Я вам даже про них рассказывать не буду, все это вы можете зайти, почитать. Есть машины, которые сами паркуются, сами едят, адаптивные круизы. Этим сегодня ты никого не удивишь. А есть еще такой материал у них, вот я забыл просто, как он называется, Sensatec, что ли. Вот на более там дешевых автомобилях, бывает, когда покупаешь, от него такая вонь идет, то, что я даже находил машину там двух-трех годовал, и в них садишься, до сих пор воняет, воняет просто прям химией. Климат-контроль. Сейчас у нас все работает исправно, но как выясняется, то, что есть различные прошивки, нужно обновляться, потому что есть люди, которые писали, что ты едешь, он ни с того, ни с сего начинает вместо холодного воздуха дуть теплый, либо горячий. То есть со сбоями работать, приезжать к дилеру, не вопрос, сейчас все обновим. То есть вот это вот как-то вызывает вопрос, то есть такое ощущение, что вот машина сырая. Но при всем при этом, да, вот казалось бы, какие-то мелочи, а мелочи имеют решающее значение. Все равно хочется. Вот серьезно тебе говорю, вот я уверен, многие из вас сейчас посмотрят и скажут, блин, ну тачка крутая, но вот повладеть таким автомобилем хочется. Конечно, можно сказать, что BMW это говно ломучее, нахрен нам никому не нужно, но будь у нас у всех бабки на эту машину, я уверен, каждый бы из нас, как минимум бы там на годик, на два, взял бы себе это ломучее говно, чтобы в этом лично убедиться. Как и обещал, привожу вам владельца, знакомьтесь, это Игорь. Игоря, привет. Спасибо огромное, что предоставил автомобиль, дал покататься, потестировать его и отвечать на ряд вопросов. Но самый главный вопрос, 3,5 миллиона купил за наличку. Откуда деньги? Где работаешь, чем занимаешь? Я подозревал, что вопрос такой будет. Ну, здесь не то, что за наличку я прям купил, да, пошел, снял с карточки 3,5 миллиона и нет. Предыдущий автомобиль я продал, это Audi A6, продал очень хорошо, практически за те же самые деньги, за которые купил 2,4, продал, покупал я 2,5 года назад ее за 2,7, добавил, собственно, купил. Добавил, ну а занимаешься чем в жизни? Офисный работник. Офисный работник, да. То есть реально жить в Москве, быть офисным работником и уметь заработать на такой автомобиле. Ну, офисные работники бывают разные, да, если так посмотреть. Являюсь руководителем небольшого подразделения в офисе японской компании. Слушай, расскажи, пожалуйста, почему BMW 5 серия? Вот покатался ты на Audi A6, почему ты там не сделал шаг в сторону той же самой Audi, пусть в какую-то другую модель? И как ты пришел к этой машине? Честно говоря, Audi удовлетворительный автомобиль для меня. Я смотрел, даже ждал, когда выйдет наконец-таки новый кузов. Новый кузов вышел, еще вышли новые цены на новый кузов. По тому комплекту, который бы мне подходил, это 5,5 и выше это Audi стало стоить в новом кузове. Поэтому, конечно же, такие суммы мы не смогли себе позволить. Было принято решение остановиться на 530, опять же, в силу цены. Что тебе нравится по машине? Вот посмотреть на нее, на внешний вид, вот от чего ты прямо здесь кайфуешь? Есть какие-то элементы, за которые прям глаз цепляется и тебе прям прям вау? Да, конечно. Глаз цепляется за М-спорт, за комплектацию. То есть, пока что хочется, наверное, такой более агрессивной внешности. Опять же, после Audi A6, которая была в i-line, смотреть в лакшери или в бизнес комплектации, ну, машиночка такая, более, скажем так, округленная, без ярко выраженных деталей, линий. Чем плюс снимать ролики, когда приходит владелец? Вот смотрите, в машине есть беспроводная зарядка. Он отмечает следующее, что если взять телефон и положить его в чехле, да, все же мы носим телефоны в чехле, то он не пробивает, то есть, получается, не будет идти заряд. Чтобы вам зарядить телефон, нужно снять чехол. Казалось бы, мелочь, но факт налицо. Слушай, поехали прокатимся. Вот ты присел за руль этого автомобиля. Что тебе понравилось в первую очередь от драйва, от динамики, в сравнении даже с той же самой Audi A6? Казалось бы, прямой конкурент. Есть какие-то плюсы у BMW? Плюсы, как бы ни говорили, что M-подвеска, она жесткая, как бы ни говорили, что Run Flat, он жесткий, наверное, они не ездили в C-7 кузове в Audi. На тех же 19-20-х колесах там все жестче, там все сильнее отдает именно в салон. Да, конечно же, это там другого поколения. Попадал я и в ямки попадал, и на стыках, на термошвах, вот на вот этих вот. Это в салон проникает меньше. Подчеркиваю, у него стоит до сих пор Run Flat. Если его убрать, прям характерный такой гул присутствует. Потому что мы едем от окон, то есть все прям очень тихо. Автобус приезжает, его практически не слышно. Сегодня, да, заходишь в интернет читать и думаешь, так, ага, BMW, говно все сыпется, есть негативные отзывы за машину. Даже я их сегодня не перечислял из того, что в открытом источнике есть. Тебя это никак не пугает, не останавливает. Конечно же, об этом думаешь. Каждый хочет сэкономить свои честно заработанные денежки. Конечно. В дальнейшем эксплуатации, пост гарантийным, скажем так. Но так как я автомобиль покупал из расчета 3-4 года, потом продаю, на момент гарантии, я не думаю об этом, скажем так. 3-4 года. Через 3-4 года ты его продашь, в лучшем случае, 2-2,5, если ты его отдашь, это прям будет идеал. Но реально, миллион, миллион 250 машина по цене просядет. Вот тебя это как бы не смущает, вот это такая вот большая сумма? С тем учетом, что я все-таки же покупаю новый автомобиль, я хочу в новый автомобиль сесть, быть первым владельцем. Конечно же, это деньги за комфорт. Именно в моральном плане, в психологическом плане за комфорт, да, приходится платить. Ну то есть в целом как бы обидно, досадно, но ладно. В целом-то да. Прекрасно. Стоимость технического обслуживания 30 тысяч рублей в среднем, тоже не проблема как бы, готов ехать? Да, один раз в год, примерно по моему пробегу, это будет один раз в год, я готов. Одно скажи, вот обламывать, за новую отдать 3,5, лично меня, но я вот не готов, вот там 3-3,5 миллиона отдать и знать, что там через 3 года я потеряю миллион. Блин, для меня это, конечно, прям очень больно. Казку даешь, машина очень хорошо разгоняется. В нашем случае разгон до первой сотни 6 секунд. Полный привод, все без проблем справляется. Опять-таки, в силу того, что полный привод, есть нарекания на привода. Читаешь отзывы, думаешь, как ездил. Ездил аккуратно, пятаки не крутил, но тем не менее привода со временем начинают хрустеть, надо менять. Многие говорят, я поэтому взял задний привод. Но общаешься с владельцами BMW, кто на заднем приводе катался, говорят, зимой намучаешься, но однозначно зимой намучаешься. Соответственно, все это очень сложно, и немцы сделаны по такому принципу, что это тупо какой-то развод. Ты покупаешь машину, и вот начинается. Ты можешь купить базовую версию, там, за 2 600-2 700, чтобы она у тебя стала жирная, крутая, такая достойная. Ну, еще, считай, лямчик накинь. Ну, там, 1800 как минимум. Поэтому машина однозначно, ну, понятное дело, сделана, там, не для среднего даже класса. То есть, людей, там, с хорошим достатком, с хорошим доходом. Но сегодня, в силу того, что есть кредиты, можно прийти, отдать ляму, там, на 5 лет взять машину. Но, друзья, не хватает надежности. Вот это просто убивает. Вот с огромным бы желанием отправился куда-нибудь на завод, там, не знаю, в представительство. И задать вопросы тем, кто делает машину. Сказать, какого хрена? Ну, куда так и цены растут? Ну, если хорошо, если вы хотите брать за ваш шильдик BMW больше денег, ну, дайте за что платить. Потому что, ну, покатается, Игорь, там, скинет машину через 3 года. Я приду, значит, на новую машину есть. Ну, я же тоже человек. Я же в любом случае буду ее обслуживать. Буду покупать те же самые оригинальные запчасти, там, масла. Ну, как-то странно все это сделано. По такому принципу, знаешь, обидно. Обидно, что какая-нибудь там сраная Toyota до сих пор там ее купил, ездишь. И вопросов нет. А Mazda те же самые, Honda те же самые, корейцы сегодня там есть. Какие-то болячки, так и серии, там, типа, с катализаторами, задирами. Но в целом машины достойные. Они гораздо надежнее. Даже тот же самый Китай сейчас реально прям просто рвется на рынок. И, в принципе, у них это неплохо получается. А здесь такие флагманы. Думаешь, блин, ну, как-то странно. В общем, рулится машина реально хорошо. Скорость набирает, ты вообще это не ощущаешь. При этом, кому станет мало 6 секунд до первой сотни, вы всегда это можете доработать. Пожалуйста, гоняйтесь. Друзья, я вас всех призываю к тому, чтобы вы никогда не завидовали, в первую очередь. Не вешали нос. Вы вот, если чего-то хотите, все у вас получится, всего вы добьетесь. Старайтесь, ищите. Понятное дело, не так, что ты начал больше работать и через месяц ты сел на новую BMW. Все же потихонечку происходит. Потихонечку там. Сначала, может быть, ушечку взял, покатался, посмотрел. В общем, делайте выводы сами, принимайте решения. А мы с вами едим делать выводы по этому автомобилю. Приятным бонусом этого автомобиля является его расход. Вот, действительно, настоящий расход автомобиля на трассе будет примерно 5-6 литров. В городе автомобиль, когда нет особых пробок, ну, примерно 8 литров. То есть, скажем так, что до 9 литров. Естественно, если ты будешь гонять, топить в пол постоянно, что-то там чиповать, переделать, расход может вырасти. Тачка, ну, реально классная. То есть, посмотреть на нее по интерьеру, по внешнему виду, по возможностям доработок. Реально крутая машина. Но не хватает надежности этому автомобилю. То есть, вот на него смотришь, кто-то говорит, да блин, все будет хорошо. Страшно. То есть, отдавать такие бабки и думать еще о том, что, а как она там себя поведет. Опять-таки, хотелось бы иметь возможность купить машину лет 5 на ней покататься без проблем. Чтобы 1150-200 ты проехал и знал, что никакого дорогостоящего ремонта не будет. Но, отмечу, как сказал владелец даже этого автомобиля. Ну, смотри, отдал я за нее 3,5 миллиона. Даже предположим так, что через год, через два какой-то произойдет ремонт на 100 тысяч рублей. То есть, для владельцев этих автомобилей, ну, сотку отдать раз в два года, условно, не каждую неделю, каждый месяц. Ну, окей, надо будет сделать, сделаем. Но, как правило, все рассчитывают на то, что все будет хорошо. Что вы считаете по поводу этого автомобиля, обязательно напишите в комментарии. Напишите в комментарии, кто из вас готов был бы купить вот такую красавицу, так, ляма за два, двух-трех годовалую. Я, например, двухгодовалую, если найти, блин, ну, слушай, совсем другой разговор. Но, опять же, когда продают двухгодовалый автомобиль с пробегом 26 тысяч, идеальный, думаешь, странно. Вот, какое-то сомнение вызывает, а что же ее продавать-то? Друзья, вот таким получился этот видеоролик. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Ведь там всегда выходят только свежие новости. В описании к этому видеоролику я оставляю ссылку на инстаграм Игоря. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы хотите с ним пообщаться, пожалуйста, пишите, ответят вам на все ваши вопросы. В общем, высказывайте ваше мнение в комментарии. Мы едем дальше. Какой будет следующий автомобиль, вы узнаете совсем скоро. Всем до новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.